Всем привет! Сегодня с нами игра Страшные сказки. О боже мой! Да, Страшные сказки. Так выглядит коробка. Мы сыграем только троём. Не будет страшно, просто сыграем у неё. Итак, с чего начинается игра? Игра начинается с того, что мы уже до вас, до всех выбрали две карты. Вот так, они рубашками вверх, А и Б. Они там есть абсолютно разные, но мы выбрали эти. И сказка наша сегодня будет называться «Сокровище дракона и испытание рыцарей». Это некие условия, которые будут действовать буква А на протяжении всей игры. Вот она. А буква Б будет действовать только в конце игры. Вот пока они лежат вот здесь, вот так вот будут лежать. Нет, вот так вот. О них чуть-чуть позже. Первонаперво, что мы делаем, мы должны раздать каждому игроку по три карты. Изначально игра начинается с того, что у нас выложена ночь, и это делают определённые условия. У нас точно есть три карты, мы посчитали. И каждая карта, она абсолютно по-разному играется. Например, есть женщины, есть какие-то места, монстры и так далее. Из чего состоит ход? Ход состоит из того, что мы добираем карту, потом мы можем либо не можем сделать действие, которое здесь нарисовано и написано, и после этого мы разыграем какую-то карту. Три обязательных действия, кроме вот этого. И смысл игры, опять же, это набор победных очков. Вот они вот так у нас представлены. Давайте начнём, я буду первый. Я добираю карту, и я разыграю вот такую. Я хочу разыграть фею. И давайте подробнее, что на каждой карте изображено. Изображено, сколько даёт победных очков данная карта. Кратце, что она действует, как. Кто это? В данном случае это женщина. И написано, какие на них правила. Также у нас есть такой значок, который показывает, что с ней сделать. В данном случае такой значок. Это выкладывание на общий стол. И у неё написано, возьмите из запаса одну волшебную палку или один меч. Я её кладу сюда, получаю два победных очка. В правилах написано, что свои победные очки мы складываем в закрытую, чтобы соперники не видели, сколько их у нас. Так, и я возьму волшебную палку к себе в запас. Всё, на этом мы ход окончим. Молодец. Так, я разыграю волшебника. Вот так вот. Там написано, что раскройте верхнюю карту колоды и немедленно её разыграйте. Я кладу сюда. Забыла карту. Возьму её и останусь при волшебнике. Окей. Выкладываю сюда. Так, здесь две карты нарисованы. Так, сразу возьму... Два победных очка. Два победных очка. И верхнюю карту разыграть её немедленно. Это зачарованный лес. И здесь написано, возьми одну карту из колоды, если сейчас день. Все игроки берут тоже по одной карте. А если сейчас ночь, все сбрасывают по одной карте. Нет, 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 нет. Ты что-то творишь какую-то гадость. Сбрасывайте по одной карте. Я сбросу цыганку. Сброс у нас будет здесь. Я тоже цыганку сбросу. Не дали мы им цыганок. Почему? Я сброшу принцессу. Так, и... Зачарованный лес мне даёт? Да, он же даёт. Там тоже есть. Потому что я разыграла его. Я молодец. Отлично твой ход. Все, погнали. Блин, что вообще за меня опять цыганка? Ладно, я схожу к проклятым замкам. Вот, ладно, давай рассказывай. Тут написано, возьмите из запаса один доспех, либо золотую монету. Клево, бери. Я возьму золотую монету, я знаю по опыту, что они... Да, на конец игры нам нужно сделать вот такую комбинацию. Три монеты плюс волшебная палка, и тогда это даст 12 победных очков. Так что надо преследовать... Два очка. Победных. Победных. Чувствуешь себя победителем. Я добираю карту, и вперед, вперед, вперед. Так, я тоже разыграю волшебника, мне понравилась эта карта. Пускай она здесь лежит. Так, и раскрываю верхнюю карту, разыграем ее. О, это молодой герой. Возьмите из запаса один доспех или один меч. Так, я, во-первых, беру два победных очка за волшебника, и два победных очка за... Молодого героя. Ну, пускай это будет молодой герой. В смысле? Так и есть. И хочу взять, хочу взять доспех. Пускай будет. Классно. Короче, ты там комбы, да, собираешь? Игра заканчивается на тот момент, когда у нас закончится вот эта колода карт. Она, в принципе, сейчас быстро закончится. И когда на начало хода у одного из игроков не будет на руке карт. Так. Я выкладываю день, то есть я день меняю на ночь. И всегда вот так снизу карт написано, что когда меняешь, ну, либо день на ночь, либо ночь на день, та карта обязательно идет сброса. И также я получаю три победных очка. Когда мы меняем ночь или день, очень часто есть карты, которые идут в комбо, назовем это так, которые влияют на данные очки, которые мы получим. Идем. Ходим. Так. О! Тут бой не идет. Погнали. Так, я пойду по тайной пещерой. По тайной? Тут написано, возьмите из запаса одну волшебную палку или одну золотую монету. Давай, что берешь? Пожалуй, возьму еще одну золотую монету. И два победных очка. И два победных очка. В принципе, не надо тебе это напоминать, потому что мы играем против друг друга. Да, ты давай сюда. Я добираю карту и тоже сыграю по тайной пещеру. Я буду за тобой повторять. И тоже возьму монету и тоже два победных очка. Так, я ввела карту. О! Крутая карта. Короче, я ее сыграю. Это тайная помощница. Вот так выглядит. Написано, посмотрите две верхние карты колоды. Добавьте одну из них на руку, а вторую удалите из игры лицевой стороной вниз. Можете разыграть одну дополнительную карту в этом ходу. Ух ты ж. Так. Она не сюда идет, эта карта. Вот с таким значком. Точно, точно. С таким значком, где много карт. Она идет сброс. Так, я беру две карты и смотрю две карты. Так, это я удаляю из игры. Вообще удаляется вот здесь. Одна карта у меня остается. И я могу, как там написано, разыграть дополнительную карту. Ты за нее, кстати, одну победную очко получаешь. А я, по-моему, взяла. Да? Я взяла. Так, а я сыграю цыганку, которую вы не любите. Блин. Вот такая цыганка. Цыган по всему миру все любят. Вот. Здесь написано, все игроки показывают карты на руках. Показывайте. Так. Ага. Так, теперь рассмотри. Получите одну очко и плюс одну за каждое раскрытое место. Одна только. Это одна. И возьми одну карту из колоды за каждую раскрытую цыганку. Ну, вот только у него цыганка, поэтому ты получаешь плюс еще одну карту. Да. Два победных очка. Карта. И два победных очка. Все очень было круто. Вы видели? Да. Ха, дети. Карта. Так, конечно же, я схожу молодым героем. Набирай. Возьмите из запаса один доспех или один меч. А он уже есть вот сюда, прям сверху. Так. Ну и два очка, конечно же, за мной. Не утаить. Так. Что берешь? Меч? Доспех? Я возьму меч, пожалуй. Мой ход. Карта. И давайте-ка я сыграю монстра. И данный монстр летит уже не в общий, как бы в общий вот такой стол, а лично ко мне. И он лежит у меня. И что здесь разыгрывается? Возьмите на руку одно разыгранное место и одну разыгранную женщину. Разыгранная женщина. Так. Пускай разыгранная... Да, разыгранная женщина будет вот это, вот значок женщины. И разыгранное место. Мне понравилась вот эта потайная пещера, пускай тоже будет у меня. И из-за самого огра я получаю два победных очка. Ты молодец. Спасибо. Так, я беру еще одну карту. И я смотрю. О, очень хочу другую карту. Вот. Так, я играю вот такой дракон. Он будет у нас идти в сброс, потому что там знак вот такой вот. Да. Но тут написано, сбросьте одно разыгранное место и одного разыгранного мужчину. Получи два очка за каждую сброшенную карту. Класс, класс. Так, одно место вот это. Раз. Один мужчина вот этот. Волшебника. Один дракон мой вот этот. И за каждого по два, да? Четыре победных очка получаешь. Тык, тык. Вот так вот. Жги игрок напротив меня. Так, интересно. Сейчас я подумаю. Я схожу цыганкой. Вот. И значит, вы должны мне показать все свои карты. Так. Только... За каждое раскрытое место. У меня два места. Значит, по два очка по-любому... Ой, одно очко за цыганку я получаю по-любому. И у тебя два места. И там еще какое-то условие было. Если была бы еще у кого-нибудь цыганка... Цыганка, ты бы получил карты. Ну, так их нет. Ну, ладно, ничего страшного. Так, я, пожалуй, разыграю для начала... Да, сначала карту, в любом случае. Спасибо за напоминание. И теперь смотрите. Помимо того, что мы можем разыгрывать карты, перед всем этим обязательно нужно выполнить вот это действие. Если есть возможность. Вот такое условие. Я хочу разыграть сбросить палку волшебную и сбросить чудовище. В данном случае это мое. Я это сбрасываю, и волшебная палка летит сюда. И за это я получаю одну монету. И получаю еще одно победное очко. Пожалуйста, сюда. И теперь я могу спокойно разыгрывать карту. Я сыграю за такого старого мудреца. Он идет ко мне на руку. И благодаря вот этой карте как раз раскрывается, для чего нужно день или ночь. В данном случае у него написано. Если сейчас день, получите два победных очка в конце кода своего. Своего хода. Концепт. Тем самым мой ход закончился, и я получаю два победных очка. И он у меня так лежит и будет приносить очки. Молодец. Спасибо. Так, взяла карту. И не надо, чтобы у тебя были очки, а то кто-то по той игре еще у нас выиграл на это все. Меняю день на ночь. День можешь сбросить. Не хочу его сбросить. Нет, ты сбросишь его. Теперь ночь, и за ночь я получаю... Два победных очка. Да. И все. За день, кстати, три победных очка дают. Погнали. Снова. В этом есть смысл. В этом есть смысл. Так. Да я схожу, конечно же, сумасбродным королем. Почему бы и нет. Если вы любите короли, то подписывайтесь на канал. Так. Обязательно. Тут написано. Все любят королей. Возьмите одну карту из колоды. Если сейчас день, получите одно победное очко за каждое разыгранное место. Если сейчас ночь, получите по два победных очка за каждое разыгранное место. Ну, клево. Ты в любом случае, получается, берешь карту. Это как бы событие, оно идет сброс. Так, и два А, два А, четыре. Четыре победных очка. Ну, давайте я просто разменяю. Размен. Так, я помню. Клево. Мой ход. Так, и я разыграю тогда фею. Фею. Фея. Сюда летит два победных очка мне. И что там? И там надо выбрать либо волшебная палка, либо меч. И я возьму волшебную палку. Вот так вот. Угу. И я не получаю за старого мудреца победные очки. Беру карту. Так. Я сыграю, кстати, тоже фею, за которых получу два победных очка. И что у нас там, палка либо меч. Я тоже возьму палку, потому что палка, это круто. Это, кстати, не твое. Так. Я схожу днем. Убирайте ночь. Спасибо. Так, и трешку. Пожалуйста, в студию. А, ну, можно и трешку. Вот. Мой ход. Так. Очень даже интересно. А, я теперь разыграю мудрость короля. Это то же самое, как и вот... Ночь или безумец, да, там как-то так. Сумосбродство короля. Точно так же, только аналогично в другом порядке. Возьмите одну карту из колоды. Если сейчас день, получите два победных очка. И если наоборот, там было бы одну победную очку. Поэтому я в любом случае беру карту. И сколько у нас мест? Всего раз-два. Два места. Я четыре победных очка получаю. Ужас. Что-то много если набрал. Беру карту, пока ты там набираешь. У-у-у-у. И я разыграю огра. Это чудовище. Тут написано, возьмите на руку одно разыгранное место и одну разыгранную женщину. Так, за огру. Прошу прощения, пока такого не было. Так как день, я забыл взять два победных очка. Я вспомнил, и не ругайте меня. Ну, вообще... А, ты же старый мудрец, точно. Ты ему подфартил уже, да. Так, такое у меня есть место. А здесь что есть? Возьму карту из колоды. Возьму вот это место. И женщину. Звучит. И фею возьму. Всё. Всё, мой ход, Дэн. Да. Я схожу старым мудрецом. Буду тоже старым мудрецом. Рубить бабки. Если сейчас день, я два беру. Да, бери. Вот. Всё со мной очень просто. Мой ход. Брать карту. И я хочу выполнить вот это действие, где я сброшу волшебную палку и одно разыгранное чудовище. Палка есть. Чудовище твоё есть. И за это я получаю монету и одно победное очко. Прикол в том, что можно использовать любое выложенное чудовище, даже если оно соперник. Так. И помимо этого, я ещё разыграю потайную пещеру. Ты сам поседи чудовище, раз ты моё чудовище берёшь. И возьму волшебную палку. Классная вещь. Самое главное нужно. Так. Два победных очка есть за эту карту. И так, а где ещё два победных очка? Я сброшу единичку и возьму пять. Ты очень плохой человек. Ничего подобного. Так. Угу. Монетки так уже идут, да? Я хочу сыграть проклятый замок. И там написано, возьмите либо один доспех, либо одну золотую монетку. Угу. И я беру, естественно, монетку и ещё два очка. Два очка. Хоть. Колода потихоньку заканчивается. Так. Давайте чары применим. Да, применим чары. Возьмём возьмём монетку одну. А, это мы скидываем. Это да, сброс. Чё, берёшь монету и одну победную очку. Ну да. Монета у нас заканчивается. Одна заключительная осталась. Если, конечно, у кого-то кто-то не стырит. Так, я разыграю зачарованный лес. Это место. И тут написано, возьмите одну карту из колода. Если сейчас день, все игроки берут по одной карте из колоды. Если сейчас ночь, все игроки сбрасывают по одной карте из руки. Поэтому сейчас день, я лично беру две карты, а вы берёте по одной. И при этом она мне ещё приносит два победных очка. Ну и карта у меня блин. Всё, ты рад? Я очень рад. Так, что мы будем играть? Мы опять играем мудрость короля, которая пойдёт у нас в сброс. И ещё раз возьми одну карту из колоды. Если сейчас день, получи два очка за каждое разыгранное место. Если сейчас ночь, одно. Вместо раз-два, три-четыре, так, да, четыре на два, восемь, ещё я забыла взять карту до этого. Клёво. Восемь, так, чё тут у нас, а не так, мы вот так возьмём. И всё. Вот так. Чё, последняя карта, да? Воу, 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 воу. Да ладно. Да, да, бери, бери. Теперь игра продолжается до тех пор, пока у нас у кого-то на начало хода не будет ни одной карты на руке. Так. Заканчивается, значит, да? Да, игра достаточно быстро проходит, в принципе. И достаточно легко. Так, ну давайте я схожу в тайной помощнице. А, нет, подождите. Да, я схожу ведьмой. Ведьмой. Давай, выкладывай. Выкладывай, да. Вы не можете брать карты из колоды, можете играть одну дополнительную карту. Вот. То есть, то есть, у меня есть ещё один дополнительный ход. Данная карта действительно выгна уже на конец игры, когда нету карт. И у тебя на руках куча карт. И у тебя на руках куча карт. Разыгрывай ещё, чтобы победные очки получить. Я схожу ещё раз дням. Давай. Вот. и три очка заберу, пожалуй. И плюс ещё за старого мудреца пять всего у тебя. А, да. Возьму так. Ну, в принципе. Да. Я тоже самое сделаю. Я буду играть ведьму. Она приносит ноль победных очков. Так, но я ещё разыграю проклятый замок. Вот. Проклятый замок, либо монета, либо доспех, и я выберу монету. Монету и мне за старого купца, мудреца, купца, мудреца две и здесь две очки. поэтому всего четыре. Есть. Так. Я играю фею. Фею. Крёшную? Нет. Возьми запас одну волшебную палку или меч. Где фея, да. Палка или меч. Так, мы возьмём, пожалуй, волшебную палку или меч. Мы возьмём меч. Мы будем пробовать этот меч. И два очка. Так, у меня вообще остались отстойные карты. Самое, самое нормальное это тайные помощницы сходить. Вот. Ну, тут посмотрите две верхние карты колоды, у нас колода закончилась. Вот. Ну, в конце концов просто получаем одну очко и всё. Так. Потому что это идёт заборвоз. ну да, и я разыграю ночь. А, ты же не взял победные очки. За день. В смысле? А, за старого ну возьми, возьми, пускай будет у нас такая игра щадящая сегодня. Ну, вообще, все и так. Ночь. Ночь, два победных очка. И ещё я разыграю, так как у меня есть, видимо, сумабродство короля. Одну карту я не могу взять из колоды, но за каждое место я могу получить два победных очка. вот так вот. Так, сколько у нас места? Раз, два, три, четыре, пять. Пять на два это десять. это было круто. Это было полезно. Кто выиграет? Так, я играю в Дитя Ночи. Это монстр. И если сейчас ночь, то получите два победных очка в конце хода своего, как раз в конец своего хода. И я тут сброшу ядичку и вот это возьму. Хадите. Так, у меня тогда будет тёмная владыка. Получите два победных очка за каждого разыгранного злодея. О, клёво. Сбросьте одно разыгранное место. Давай, скидывай эту владыку и получается сколько злодеев? Только один. Один. Да, два победных очка ты получаешь. И место убирай какое-нибудь, какое считаешь нужным. Да ладно, это уже вообще пускай будет зачарованный лес. Есть. Так, и я тоже разыграю тёмный владыка. То же самое. Два победных очка есть. И ещё я разыграю купца. Возьмите две карты из колоды, получите два победных очка за каждого разыгранного купца. Ну, то есть, грубо говоря, я не получаю ни карты, ни победные очки. До этого не было разыгранных купцов. Но два за тёмного владыку. Так, и чего у тебя осталось? У меня на руке нету карт. Я жду своего следующего хода, чтобы, грубо говоря, на начало хода не было карт. И после этого конец игры. А что дальше? Будем разбираться. А я разыграю ещё Дитя ночи тогда. Ого! Чтобы была ночь, а сейчас ночь, я получу четыре победных очка. Молодец. За своих Дитей ночи. Ходить. Купец у меня вот совпало. Давайте мне ещё два победных очка. Возьмите две карты из колоды. Но их нету. За каждого разыгранного купца это значит четыре. А вот так вот даже? Да. За каждого разыгранного а я не получил два победных за них. Ну ладно, берите. Потому что ты их раньше выложил. Да, да, да. То есть вот это всё два, а он четыре. сейчас я разменяю его. И что, ты хочешь сказать? У нас нет уже вариантов ходить? Ну, в принципе, у нас нет вариантов ходить. У тебя нет? Потому что сейчас я быстренько разменяю, чтобы, да, поменяйте. у нас конец игры и вступает в действие вот эта карта. Мы должны её, ну, грубо говоря, выполнить, старались бы. Получите 12 победных очков за каждый у вас набор из трёх монет и одной волшебной палки. У меня есть три монеты и волшебная палка. Вот. Я получаю 12 победных очков дополнительно. так, 10 и 2. И у вас нету такого? У вас нету. Идёт просто подсчёт победных очков. Итого у меня счёт 52 победных очка. У кого сколько? У меня 23. 23, у меня 38. Победил я. Ещё есть три монетки. И всё. Тебе нужна была палка. Можешь меня подкупить в следующий раз. У меня остались ещё три карты, которые, кстати говоря, не используются никак. Они будут использоваться только тогда, когда есть у игроков равное количество очков. есть равенство. Давайте подведём итог, как всегда, в конце видео. Игра простая, игра забавная, по-другому никак не скажешь. На пару вечеров, наверное, вот так даже, потому что она очень, ну, вы сами видели, однообразная, даже в чём-то скучная, но при этом повеселиться буквально на разок её достаточно. Непонятно, почему рейтинг игры 14+, возможно, из более-менее откровенных иллюстраций женщин и перекачанных мужчин, скорее всего, из-за этого. Ну, кстати говоря, да, дети поймут, но... Да, на коробке достаточно выпуклые объёмы женской груди, поэтому 14+. Мы так подумали. Тебе понравилась игра Человека? Да, довольно интересно. Всё? Я, конечно, не играл вообще в эти игры, но первый раз довольно неплохо. Да, он только постигает искусство настольных игр, поэтому для новичков в принципе игра сойдёт. Как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, покажи какой-нибудь большой палец вверх. Так вот. Да, большой палец вверх и всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok